здравствуйте подписчики и гости канала сегодня буду развивать тему строительство дома и запилка бетона получаю много комментариев сколько времени тебе нужно будет изготовлю изготавливать блоки три года ты будешь изготавливать лепить потом три года это будешь строить дом одноэтажный три года потом будешь изготавливать второй этаж сегодня я хочу поговорить об монолитном строительстве опилка бетонного дома если что-нибудь я скажу не так в комментариях пожалуйста меня поправьте при монолитной заливке опилка бетона самое главное не экономить на цементе если мало положить раствор цемента то потом придется укреплять стену штукатуркой это будет неоправданно дорого вы ничего не сможете повесить на стену гвоздь не вобьете кухонный гарнитур не повесите потом может быть при желании если хорошо хорошая крепкая стена будет вкручивать саморез обшивать вагонкой гипсокартоном снаружи сайдингом и так далее при изготовлении опалубки применяются лесенки которые делаются из брусков 50 на 50 длина брусков берется из расчета высоты потолков основание лесенка крепится к фундаменту из того же бруска 50 на 50 длина берется по ширине будущей стены который крепится к фундаменту через анкер естественно под брусок который крепится к этому фундаменту необходимо проложить гидроизоляционный слой в виде рубероида опалубку для заливки можно делать из доски толщиной 2 с половиной сантиметров из этих досок делается щит из двух или четырех досок чем шире щит тем тяжелее обычно берут щит шириной 30 50 сантиметров целесообразно щиты обтянуть клеенкой чтобы опилка бетон не схватился с доской потом при разборе этой опалубки чтобы опилка бетон не не отслаивался не оставался надо на доске вместо щитов до 100 досок можно взять в влагостойкую фанеру фанеру естественно также обтянуть клеенкой по ходу работы опалубка прикручивается на саморезы после завилки заливки опилка бетона на следующие сутки или через двое опалубка разбирается и переставляется выше при замесе опилки бетона требуется строго соблюдать пропорции чтобы при заливке слои не отличались друг от друга оптимальная пропорция считаю следующие одно ведро цемента два ведра песка 6 ведер опилок и килограмм извести пушонки консистенцию раствора нужно делать чтобы при окончании замеса из раствора не выделялась вода при сжимании в кулаке в конце заливки верхнюю часть опалубки не разравнивают чтобы следующий слой на следующий день хорошо сцепился с предыдущим боковой заливки опилка бетон очень плохо сцепляется между собой так что лучше постепенно по всему периметру дома делать заливку пусть высота будет не 40 50 сантиметров пусть будет лучше 20 30 сантиметров но по горизонтали не будет разве разрывов за один день заливки при заливке стены надо брать во внимание дверные и оконные проемы расстояние от подоконника до пола берется примерно 65 80 сантиметров хотя современные строительные нормативы не имеют четких обозначающих эту величину стандартов самое главное нужно учесть высоту радиаторов утопления расстояние от радиатора до пола и расстояние от радиатора до будущего подоконника также следует учесть особенности будущей планировки расстановки мебели если эта кухня надо учесть высоту кухонного гарнитура чтобы он подходил под подоконник и так далее и тому подобное также следует учитывать расположение окна по сторонам света чтобы солнечный дневной свет беспрепятственно проходил помещение еще один важный момент следует учитывать размещение дверей в будущем доме размещение дверных проемов требования к пропускной способности двери это стандарт 60 70 сантиметров но он также неудобен для переноски предметов и прохода а метровое расстояние влечет установка тяжелого полотна и сложности открывания дверей также следует учитывать высоту потолков помещений и расстояние между перекрытиями еще немаловажная вещь это выбор направление открытия двери исходя из требований техники безбезопасности и назначения помещений как правило в жилых комнатах двери открывается вовнутрь в ванных чердачных и подвальных узких помещениях наружу обычно ширина дверных полотен входных и тамбурных берется из расчета 90 сантиметров в жилых комнатах и кухне 80 сантиметров в санитарных узлах и кладовых 60 сантиметров оконные дверные проемы перекрываются перемычками железобетонными из расчета ширины и высоты проема надо учитывать по ширине чтобы оставался завзор справа и слева по 2 3 сантиметра а по высоте 5 6 сантиметров по ширине для монтажных швов и подоконника теперь два слова о стяжке пола для стяжки пола берут обычные пилки которые можно большом количестве найти на лесопильник перед использованием их пересыпают гашеной известью это необходимо сделать для защиты от грызунов процесс изготовления теплого пола не сильно отличаются от обычной цементной стяжки основное отличие проведение работ несколько этапов особенность второго слоя заключается в использовании меньшего количества древесного сырья сначала заливается первый слой примерный состав две части по объема песка одна часть цемента и 6 часть частей опилок после высыхания проводится заливка второго слоя опилок берется всего три части на то же количество цемента и песка главное не забывать подмешивать сухой извести примерно 5-10 процентов к опилкам чтобы не развивались последствия бактерии грибки и не появлялись грызуны для дополнительной защиты от грызунов можно добавить бетон борную кислоту или медный купорос лучше проводить заливку пола в летнее время при высокой температуре проще просушить древесные отходы я собираюсь использовать опилки в виде арболита или опилка бетона так как я считаю вижу только положительные стороны этого материала из него можно делать и стяжки и штукатурку и стеновые блоки и монолитные утепли монолитные возведения можно утеплить и чердак за копейки природных чистых материалов получится прекрасный дом для здоровья всей семьи спасибо вам подписывайтесь на мой канал всего доброго